Кассета седьмая Кассета седьмой Минал портрета, висевшего в столовой на стене. Слезы струились по щекам женщины. Она, видимо, находилась под влиянием отчаянного горя. Быстрыми шагами приблизилась она к окну. И в ту же минуту раздался плач ребенка, доносившийся как будто из окна. Не помня себя, мой друг вскочил и хотел заговорить с ней, но, как и в первый раз, видение моментально исчезло. Мистер Гане был трусом, но он сознался мне впоследствии, что никогда прежде не приходилось ему испытать подобного страха, как в эту ночь. На другой день за завтраком он рассказал хозяину дома о своем ночном приключении. И тот объяснил ему его значение. Портрет, висевший на стене в столовой, изображает его первую жену. Она умерла от горя после смерти их единственного ребенка, упавшего из окна той самой комнаты, где спал гость. Несчастная мать, пока ей позволяли силы, постоянно ходила в комнату, в которой лишилась обожаемого сына. А после ее кончины, по уверению многих лиц, эти явления и звуки повторяются почти каждую ночь. Мой друг ночевал в этой комнате благодаря незнанию недавно поступившего слуги, так как после смерти хозяйки она оставалась неприкосновенной. Таким образом, приходится заключить, что если провидения и привидения действительно существуют, то они не принадлежат исключительно ко временам давно минувшим. Но и последняя половина нашего прозаического XIX века может внести новые факты в область сверхъестественных явлений. Лайт, номер 619. Ребус, номер 1, 1994 год. Рассказы Камилла Фламариона. Из числа многих других мне припоминается рассказ, слышанный мной от одного из старых друзей моей юности, Жанна Беста. Основывавшего в 1833 году вместе со своим знаменитым другом Эдуардом Чартоном живописный магазин и умершего уже несколько лет тому назад. Это был вполне солидный, рассудительный и хладнокровный человек. Всем знавшим его известно, насколько крепки были его нервы и насколько он по своему темпераменту был чужд всего фантастического. Так вот, с ним-то и случилось, по его словам, следующее приключение, когда ему было всего лишь пять или шесть лет. Местом действия была его родина Туль. В один прекрасный вечер он лег на свою постельку и, прежде чем заснул, с удивлением увидел, что в комнату вошла его мать и перешла через нее в соседнюю залу. Двери куда более отворенные, где его отец сыграл в карты с одним из своих приятелей. Но в этот момент его больная мать находилась далеко отсюда, в ПО. Он тотчас скочил с постели и побежал за матерью в залу, где и стал искать ее, но, разумеется, безуспешно. Отец несколько раздражительно закричал на него и велел идти спать, говоря, что все это ему приснилось. После этого ребенок поверил, что это действительно было во сне, лег опять и старался заснуть. Но не прошло и нескольких минут, как он, смотря во все глаза снова и на этот раз совершенно ясно, увидел свою мать, проходившую мимо него. Он бросился к ней, стараясь ее обнять, но она точно же исчезла. Тогда он не захотел уже ложиться спать и остался в зале, где отец его продолжал играть. После оказалось, что мать его умерла в ПО в этот день и в этот именно час. Рассказ этот я слышал от самого Беста, неизгладимо сохранившего его в своей памяти. Как его объяснить? Можно сказать, что ребенок, зная о болезни матери, часто о ней думал, и что это вызвало галлюцинацию зрения, случайно совпавшей со смертью матери. Такое объяснить невозможно. Но можно также думать, что в этом случае между матерью и ребенком существовала некоторая симпатическая связь. И что в печально торжественный момент смерти душа матери находилась в действительном общении с душой своего ребенка. Но каким же образом, спросит меня, я этого не знаю. И не мудрена, потому что между тем, чего мы не знаем, и тем, что знаем, такое же отношение, как между океаном и дождевой каплей. Галлюцинации. Это легко сказать. А сколько медицинских трактатов написано по этому вопросу? Всем известно сочинение Бреера де Буамона. Из бесчисленного множества наблюдений, собранных в нем, приведем здесь два следующих. Когда король Яков возвратился в Англию, по случаю моровой язвы, свирепствовавшей в Лондоне, жил в имении сэра Роберта Каттона вместе со старым Камбденом, он увидал во сне своего старшего сына, остававшегося в Лондоне, с кровавым крестом на лбу, как будто бы он был ранен с саблей. Испуган этим видением, король начал молиться, и как настало утро, пришел в комнату Камбдена и рассказал ему о виденном сне. Сэр Камбден уверил монарха, что это не более как сон, и что по этому поводу нечего беспокоиться. Но в тот же день король получил письмо от своей жены, извещавшей его о смерти ребенка, сделавшегося жертвой моровой язвы. Когда ребенок явился отцу, он имел рост и вид взрослого человека. Девица Ре, обладавшая большой рассудительностью, религиозная, но без всякого ханжества, жила до замужества своего дяди Де, известного медика и члена Академии наук. Ее мать проживала в провинции и в это время довольно опасно заболела. В одну ночь молодой девушке приснилось, что мать ее стояла перед ней бледная, страшная, почти испускающая дух. Она горько жаловалась на то, что около нее нет теперь сыновей, из которых один жил в Париже, а другой бывший приходским священником тоже в Париже, переселился в Испанию. Девушке послышалось, что мать несколько раз назвала ее по имени, и она увидела, что окружавшие мать люди, думая, что она зовет свою внучку, носившую тоже имя, пошли за ней в соседнюю комнату, но больная знаками показала им, что ее слова относились не к внучке, а к дочери, жившей в Париже, которую хотелось бы ей увидать. Было видно, что отсутствие дочери для нее очень прискорбно. Вдруг лицо ее покрылось смертельной бледностью. Черты ее изменились, и умирающая упала на постель уже без всяких признаков жизни. Поутру Де, заметив, что племянница его очень печально, попросила ее сообщить ему о причине своего горя. Она со всеми подробностями рассказала ему так напугавший ее сон. Тогда Де, видя, что она уже приготовлена к печальному известию, ласково обнял ее и сказал, что все это, к сожалению, совершенно верно, что мать ее действительно скончалась, но никаких подробностей при этом не сообщил. Через несколько месяцев после того, госпожа Ре, воспользовавшись отсутствием своего дяди, стала приводить в порядок его бумаги, которым он, подобно многим другим ученым, не позволял вообще касаться. Случайно ей попалось на глаза письмо, извещавшее дядю о смерти матери. Каково же было ее удивление, когда в этом письме она прочла все подробности своего сна. Галлюцинация, случайное совпадение. Но достаточно ли удовлетворительное ли такое объяснение? Во всяком случае, оно ровно ничего не объясняет. Факт остается фактом, и его нельзя не допустить, хотя бы при настоящем состоянии наших знаний, и невозможно было его объяснить. Генерал Пармантья, один из наших самых выдающихся ученых, сообщил мне следующий факт, происшедший в его семействе. Пармантья, инженер, дивизионный генерал, президент Французского Союза для распространения французского языка за границей, вице-президент астрономического общества Франции и географического общества, бывший президент комитета фортификации, воспитанник политехнической школы, офицер Большого Креста Почтенного Легиона и так далее. Я нарочно привожу все эти титулы для читателей, лично незнакомых с его характером и трудами. Фламарион. Несколько человек собрали к завтраку на дачу Ван Блау в Альзасе. Долго поджидали хозяина дома, отправившегося поохотиться, но назначенный час сели за стол без него, так как хозяйка дома уверяла, что муж ее незамедлит вернуться к завтраку. Приступили к завтраку среди веселой болтовни, ожидая, что с минуты на минуту явится запоздавший член, чересчур усердный любитель охоты. Однако время шло, и все стали удивляться такой долгой проволочке, как вдруг при самой ясной тихой погоде окно в столовой, открытое настижь, захлопнуло сильным стуком, и то час же опять открылось. Гости были тем более удивлены и поражены, что это движение оконный храм должно было опрокинуть графин с водой, стоявший на столике перед окном, а между тем графин остался на месте нетронутым. Все, кто видел и слышал это движение, не могли понять, как оно произошло. «Наверное, случилось несчастье», воскликнул с каши с места перепуганная хозяйка. Завтрак был прерван. Три четверти часа спустя принесли на носилках тело охотника, которому попал весь заряд в грудь. Он умер почти немедленно, успев произнести только слова «Жена моя, бедные мои дети». Вот совпадение, требующее объяснения. На первый взгляд оно покажется нам пустяшным и нелепым. Что значит это странное движение окна и с чем оно вяжется? Стоит ли терять время на серьезное обсуждение такого незначительного происшествия? Лягушки-гальвани также казались пустяками, котел попейно тоже, а между тем электричество и пар далеко не пустяки. Недавно ударом молнии свалило человека в поле, он остался невредим, но с него сорвала обувь и отбросило его на двадцать шагов, причем повыскакивали из нее гвозди все до одного. В другой раз та же молния сорвала платье с молодой крестьянки, раздев ее до нога. Одежду ее нашли потом висящей на дереве. А вот вам еще случай. Ударом молнии убило на повал мужика в тот момент, когда он подносил к арту кусок хлеба. Он остался недвижим. К нему подходят, трогают его. Он рассыпается в прах. Платье его осталось целым. Причуды природы не должны препятствовать нам изучать ее явление. Напротив, Без сомнений услыхав рассказ о происшествии с охотником Ван Лау, нам первым делом приходит на мысль отрицать просто-напросто факт. Конечно, нельзя предположить, чтобы история была вымышлена целиком и лжива с начала до конца. Этого никак не позволяют обстоятельства, при которых она разыгралась, и почтенность самого повествователя. Но можно сказать, что было ли легкое движение оконной рамы, вызванное какой-нибудь посторонней, пустяшной причиной, порывом ветра, толчком, кошкой, и мало ли еще чем-либо. Совпадение этого движения с трагическим случаем придало ему впоследствии серьезное значение. Предположение труднодопустимое, однако, так как хозяйка дома и ее гости были им так сильно потрясены. С большей вероятностью мы должны допустить, что причиной явления была психическая сила умирающего, того человека, которого ждали за столом в этот час. Человека, который перенесся туда мысленно и направил в это место всю свою предсмертную энергию. Телеграф без проволоки. Почему эта сила проявилась таким образом? Как могло мозговое впечатление быть коллективным? Почему? Почему? Нас окружает полнейшая тайна, и мы можем только строить гипотезы. О, конечно, будь этот случай единичным в своем роде, тогда он мог бы пройти незамеченным. Но это лишь один из множества других, которые предстоит нам привести в нашем исследовании. Пока не можем останавливаться на том, каким образом объяснить явление, и пойдем дальше. Андре Блок, молодой, очень талантливый музыкант, посланный за казенный счет в Рим, член Парижского астрономического общества, недавно обратился ко мне со следующим рассказом о факте, случившемся с ним в 1896 году. Дело происходило в июне 1996 года. На последние два месяца пребывания моего в Италии мать моя приехала ко мне в Рим и поселилась неподалеку от французской академии в Пальсионе, на Виа Григориана, там же, где и вы сами когда-то жили. Так как в то время я должен был окончить одну спешную работу до возвращения во Францию, то матушка по утрам осматривала город одна без меня и возвращалась на виллу Медичи только в 12 часов к завтраку. Но однажды она явилась в 8 часов утра, страшно расстроенная. На моего за расспрос она ответила, что, одеваясь утром, она вдруг увидала возле себя своего племянника Рене Кремнера. Он смотрел на нее и, смеясь, говорил ей, «Ну да, я в самом деле умер». Очень испуганно этим явлением, она поспешила ко мне. Я успокоил ее, как умел, потом перевел разговор на другие предметы. Две недели спустя мы оба вернулись в Париж, осмотрев часть Италии и узнали о смерти моего кузена Рене, последовавшей в пятницу 12 июня 1996 года в квартире, занимаемой его родителями в улице Москвы, 31, ему было 14 лет. Благодаря одной работе, занимавшей меня тогда в Риме, я мог аккуратно проверить день и даже час, в которое происходило это явление. Оказалось, что как раз в тот самый день мой маленький кузен, больной воспалением брюшины, впал в агонии с 6 часов утра и скончался в 12 часов. Перед смертью он несколько раз выражал желание повидаться с тетей Бертой, то есть с моей матерью. Надо заметить, что ни в одном из многочисленных писем, получаемых нами из Парижа, никто не обмазался ни единым словом о болезни моего кузена. Все знали, что мать моя питала особенную привязанность к этому ребенку, и что она непременно вернулась бы в Париж при малейшем его недомогании. Нам даже не телеграфировали о его смерти. Прибавлю еще, что когда в Париже 6 часов, то часы времени показывают 7, вследствие разницы в долготе этих местностей, и что именно в этот момент моя мать и имела это видение. Факт, наблюденный госпожой Блок, принадлежит к такому же порядку, как и предыдущий. В тот час, когда ее племянник терял сознание всего земного, он горючо помышлял о той, которую любил как мать, и которая с своей стороны любила его не меньше сына родного. И вот психическая сила умирающего проявилась даже в соответствии с характером 14-летнего мальчика. Тот действительно мог сказать, смеясь, ну да, я умер. Можно все отрицать, отрицать с плеча. Но что докажет такое отрицание? Не лучше ли быть откровенным и сознаться, что это замечательные совпадения, хотя и необъяснимые при настоящем состоянии наших познаний. Гипотеза о беспричинной галлюцинации право уж чересчур несерьезно. Керков писал мне в феврале 1889 года. 25 августа 1874 года я находился в Техасе, в Соединенных Штатах, и после обеда около солнечного заката курил трубку в столовой нижнего этажа с видом на море. Направо от меня помещалась дверь, обращенная на северо-восток. Я сидел в пункте А. Тут схема. Вдруг в дверях В я отчетливо вижу своего старого дедушку. Я находился в полусознательном состоянии, благодушного покоя, как человек с хорошим желудком, сытно пообедавший. При виде деда я не испытал ни малейшего удивления. В сущности, я жил в этот момент чисто растительной жизнью и ни о чем не помышлял. Однако у меня промелькнуло в голове следующее соображение. Странно, как лучи заходящего солнца окрашивают все предметы золотом и пурпуром, забираются во все складки одежды и в морщины на лице моего деда. Действительно, солнце садилось совсем багровым и бросало сноп лучей по диагонали сквозь дверь в столовой. У дедушки было добродушное выражение лица. Он улыбался, казался счастливым. Вдруг он исчез вместе с солнцем, и я очнулся, как от сна, с убеждением, что мне являлось видение. Шесть недель спустя мне сообщили письмом, что дедушка умер в ночь с 25 на 26 августа. Между часом и двумя по полудни. Как известно, между Бельгией, где умер он, и Техасом моим местопребыванием существует в долготе разница на пять с половиной часов. Как раз время солнечного заката около семи часов. 10 ноября 1890 года мне было адресовано следующее письмо из христиании. Дорогой учитель, ваше сочинение уранье подало мне повод сообщить вам об одном происшествии, слышенном мной лично от того человека, с которым оно случилось. Это господин Фоглер, доктор, датчанин, живший в Гудуме, близ Альборга, в Ютландии. Фоглер человек вполне здоровый телом и духом, характера прямодушного и положительного, без малейшей склонности к неврастению или фантазерству. Скорее напротив, будучи молодым студентом-медиком он путешествовал по Германии вместе с графом Шимельманом, очень известным среди голштинского дворянства. Они были почти ровесники. В одном из германских университетских городов они решили прожить некоторое время и наняли себе отдельный домик. Граф занимал нижний этаж, а Фоглер поселился наверху. Входные двери улицы и лестницы были у них отдельны. Они одни пользовались ими. Однажды ночью Фоглер уже улегся, но еще продолжал читать в постели. Вдруг он услыхал, что входная дверь внизу отперлась и опять затворилась. Он не обратил на это внимания, подумав, что возвращается его друг. Однако через несколько минут он услыхал сито, шлепающие, как будто усталые, шаги по лестнице. Затем кто-то останавливается у двери его комнаты. Он видал, как дверь отворилась, но никто не вошел. Шум шагов, однако, не прекращался. Он ясно слышал шарканье по полу. Шаги приближались к его постели. Но никого не было видно, хотя свеча ярко освещала комнату. Когда шаги остановились у самой постели, он услышал глубокий вздох и сразу узнал вздох своей бабушки, которую оставил в Дании совершенно здоровой. В то же время он узнал ее походку. То были тость в тость шаркающие старческие шаги и его бабушки. Фоглер заметил в точности час этого явления, потому что у него сразу мелькнуло в голове предчувствие, что его бабушка умерла, и все это записал. Позднее письмом из отцовского дома его известили о неожиданной кончине бабушки, которая его любила больше всех своих внучат. Смерть последовала как раз в замеченный час. Таким образом, бабушка простилась с внуком, даже не подозревавшим о ее болезни. Эдуард Гамбро, кандидат прав, секретарь Департамента общественных работ в городе Христиании. Итак, этот молодой человек был извещен о смерти своей бабушки впечатлением шагов и вздоха. С этим трудно не согласиться. Госпожа Шерра из Живизи, мать начальницы почтовой конторы, не так давно написала мне следующее письмо в декабре 98-го года. Случай, о котором я хочу рассказать, относится к далекому прошлому. Но я помню его так ясно, как будто он произошел вчера, потому что это происшествие тогда сильно поразило меня. И проживи я хоть сто лет, я никогда не забуду его. Это было во время Крымской кампании в 1855 году. Я жила в улице Тур в Пасси. Однажды перед завтраком часов в 12 я спустилась в погреб. Лучи солнца, луч солнца пробивался сквозь слуховое окно и падал на земляной пол. Это освещенное пространство представилось мне вдруг побережье моря, а на песке лежал мертвый мой двоюродный брат, батальонный командир. Перепуганная я не могла идти дальше. И с трудом поднялась наверх. Мои родные, заметив мою бледность и расстроенный вид, стали приставать ко мне с вопросами. И когда я рассказала о своем видении, меня подняли на смех. Две недели спустя мы получили печальное известие о кончине майора Садье. Он умер, высадившись в варне. И дата его смерти соответствовала тому дню и часу, когда он представился мне лежащим на земляном полу нашего погреба. Займемся дальнейшим рассмотрением фактов. Теории об общении явятся после. Чем больше мы наберем фактов, тем успешнее пойдет наше расследование. На днях я получил следующее письмо от депутата поэта, хорошо известного и всеми уважаемого, за искренность его убеждений и бескорыстие всей его жизни. Любезный учитель и друг, случай этот произошел со мной в 1871 году. Я был тогда в том возрасте, когда юноша любуется цветочками в поле, то есть, то есть, как вы наблюдаете звезды в бесконечном пространстве. Но раз как-то позабыл о цветочках, я написал статью, за которую меня упрятали на несколько лет в тюрьму святого Петра в Марселе. Там же сидел и Гастон Крымье, приговоренный к смерти. Я очень полюбил его, потому что мы оба питали одни и те же мечты и натолкнулись на одну и ту же печальную действительность. В тюрьме на прогулке мы с ним вели беспрестанные беседы, между прочим, о Боге и бессмертии души. Однажды несколько товарищей по заключению с особенным пафосом провозгласили себя атеистами и материалистами. А я возразил им, что неприлично щеголять своим отрицанием перед человеком, приговоренным к смерти, притом перед человеком, верующим в Бога и в бессмертие души. Приговоренный сказал мне, улыбаясь, спасибо, друг мой. Вот погодите, когда меня будут расстреливать, я вам подам о себе весть. 30 ноября на рассвете я был внезапно разбужен легкими, глухими стуками, ударявшими в мой стол. Я обернулся, шум прекратился, и я опять заснул. Несколько минут спустя опять повторился тот же шум. Тогда я соскосил скойки и, окончательно пробудившись, встал перед столом. Шум продолжался. То же самое повторялось два или три раза, все при тех же условиях. Каждое утро, встав с постели, я имел привычку отправляться, пользуясь поблажкой доброго тюремщика, в камеру Гастона Крымье и пил с ним вместе кофе. В этот день, как и в предыдущий, я отправился на наше дружеское свидание. Увы, дверь была запечатана. Уставив глаза в слуховое оконце, я убедился, что заключенного там не было. Едва успел я удостовериться в этой страшной истине, как добрый тюремщик бросился мне на шею весь в слезах. Ах, ведь его расстреляли нынче на рассвете. Но он умер героем. Сильное волнение хватило заключенных. В тюремном дворе, где мы обменивались нашими грустными впечатлениями, я вдруг вспомнил слышанные мною шумы. Вздорный страх встретил насмешки, помешал мне рассказать, встретить насмешки, рассказать моим товарищам по несчастью то, что происходило в моей камере как раз в тот момент, когда Кремье пал, сраженный двенадцатью пулями в грудь. Однако я доверился одному из них, Франсуа Рустану. Но тому представилось вдруг, уж не сошел ли я с ума от горя. Вот рассказ, который для вас я изложил на бумаге. Воспользуйтесь им, как вам будет угодно для своих изысканий, но не подумайте о моем состоянии духа того, что думал мой приятель Рустан. Горе не могло свести меня с ума в тот момент, когда я еще даже не знал о грустном факте, который был причиной моего горя. Я находился в совершенно нормальном состоянии, я даже не подозревал о казне и ясно слышал поданный мне знак. Вот вам голая непрекрашенная истина. Кловис Гюк. Один известный ученый Альфонс Берже, доктор естественных наук, лаборант по физике в Сорбонне, передавал мне следующий случай. Мать моя была в то время молодой девушкой, невестой моего отца, тогда служившего в пехоте в чине капитана. Жила она в Шлесштадте у своих родителей. У матушки была когда-то подруга детства, молодая девушка по имени Амелия М. Эта девушка слепая была внучкой одного старого полковника, служившего в драгунах при империи. Оставших сиротой она жила с дедушкой и бабушкой. Она была хорошая музыкантша и часто певала дуэты с моей матерью. Восемнадцати лет она почувствовала влечение к монашеской жизни и постриглась в одном Страсбургом монастыре. Первое время она часто переписывалась с моей матушкой, потом письма стали получать все реже и реже. Наконец, как это часто бывает в подобных случаях, она совершенно перестала писать своей бывшей подруге. Прошло года три после ее пострижения. Однажды мать моя отправилась на сердак разыскивать что-то в старом хламе. Вдруг она прибежала назад в гостиную с громкими криками и упала в обморок. К ней поспешили на помощь, подняли ее. Она очнулась и воскликнула, рыдая, «Это ужасно! Амелия умирает! Она умерла! Я слышала ее поющие так, как может петь только умершая!» И опять нервный припадок такой сильный, что она лишилась чувств. Полчаса спустя полковник М. как сумасшедший прибежал к моему деду с депешей в руках. Она была от настоятельницы Страсбургского монастыря и содержала следующие слова «Приезжайте! Ваша внучка при смерти!» Полковник бросается на первый поезд едет в монастырь и узнает, что сестра скончалась ровно в три часа. Как раз в тот самый момент, когда с матушкой случился нервный припадок. Этот случай часто рассказывался мне моей матерью, бабушкой, отцом, присутствовавшими при этой сцене, а также теткой и дядей очевидцами этого происшествия. Этот факт достоин внимания. Имя рассказчика служит порукой его достоверности. Здесь нет ничего фантастического или романического. Очевидно, подруга госпожи Берже, умирая в самый момент кальфины, с большим жаром, любовью и вероятностью с сожалением думала о своей подруге детства и от Страсбурга до Шлисштата. Душевное волнение молодой девушки перенеслось моментально и поразило мозг госпожи Берже, сообщив ему впечатление небесного голоса, поющего дивную мелодию, но как, каким путем, этого мы не знаем. Было бы, однако, ненаучно отрицать реальное совпадение отношения причины к следствию, явление психического порядка отрицать только потому, что мы не умеем объяснить его себе. Госпожа Диа Фон Виэль рассказывала мне 17 января 1899 года о следующем случае, испытанном ею самой и известном всей ее родне. Она жила в Роттердаме. Однажды вечером часов около 11 всей семьей в сборе были слух прочитаны вечерние молитвы, а потом все разошлись по своим спальням. Госпожа Фон Виэль только что успела увлечься, как вдруг увидала, что в ногах ее постели полок раздвигается и перед ней является с ясностью живого человека одна подруга ее детства, с которой она рассталась года три тому назад после какого-то неделикатного поступка с ее стороны. Она была в длинной белой одежде, черные волосы были распущены по плечам. Она пристально уставилась на подругу своими большими черными глазами протягивала руку и говорила на голландском языке «Я умираю. Неужели вы не простите меня?» Госпожа Дефан Виэль приподнялась на постель и в свою очередь протянула ей руку, но видение вдруг исчезло. Комната была освещена ночником, и все предметы были отчетливо видны. Вслед за тем часы пробили двенадцать. На другое утро госпожа Фан Виэль рассказывала своей племяннице об этом странном видении, как вдруг раздался звонок у входной двери. Принесли телеграмму из Гайги, гласившую «Марис скончалась вчера в одиннадцать часов и сорок пять минут». Дефан Виэль с своей стороны подтвердил «Мне факт видения, совпадение не подлежит сомнению. Что касается объяснения, то он так же усердно доискивается его, как и мы». Баронесса Стафе, автор прелестных повестей, сообщила мне следующий факт. «Госпожа М, по замужеству сделавшейся француженкой и принадлежавшая ко многочисленной медицинской семье, была воплощенной правдивостью. Мне кажется, она скорее умерла бы, чем согласилась выговорить ложь. Вот что она передавала мне». В отрасльские годы она жила в Англии и в 16 лет сделалась невестой молодого офицера из индийской армии.